Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу ответить на вопрос сегодня, посвященный кредитам. Меня спрашивают, как взять кредит? Каково получение кредита на учебу здесь, в Канаде? Сразу оговорюсь, что речь будет идти о получении кредита на учебу для резидентов, потому что с ними все понятно, и процедура, она довольно-таки оглаженная, в отличие от процедуры получения кредита на учебу для иностранцев. Соответственно, давайте начнем с процедуры получения кредита для резидентов. Вы, приехав сюда, оформив все свои бумажки внутренние канадские, определившись с программой и университетом, где вы будете учиться, должны обратиться, ну, для начала, наверное, в... если мы говорим про КВБ, то организация называется Эд-финансиер-год-эстудент. Соответственно, вы должны обратиться в офис этой самой Эд-финансиер-год-эстудент, то есть финансовая помощь студентам, которая находится внутри вашего университета. Соответственно, если вы пришли туда и сказали, что вы только что эмигрировали, вы являетесь резидентом Канады, вам скажут, что вы должны заполнить демант, заявление, на получение этой самой финансовой помощи. Соответственно, этот демант вы можете заполнить, взяв в бланке в офисе Эд-финансиера в университете, либо вам дадут визитку, на которой будет написан электронный адрес Эд-финансиера в интернете, и вы должны будете зайти по этому адресу в интернете и заполнить этот демант онлайн. В чем есть подводный камень? В данном случае самый первый, с чем вы столкнетесь. Если вы только что приехали, у вас наверняка не будет вашего идентификационного номера в системе образования провинции. Соответственно, первоначальный этап – это получение этого самого идентификационного номера. То есть, когда вы получаете свой идентификационный номер, то на основании этого самого номера вы начинаете подавать заявление на получение финансовой помощи. Следующий момент. Когда вы заполните этот самый демант, это самое заявление на получение финансовой помощи, по сути, это заявление на получение кредита, вам сразу выделит список того, какие документы вы обязаны предоставить для того, чтобы процесс рассмотрения вашего заявления начался. И там будут документы, подтверждающие ваш статус в Канаде. Это либо иммиграционная форма, которую вы получаете на границе, либо свидетельство копии, точнее, ксерокопии вашей пиар-карты. Плюс, если вы женаты, то свидетельство о браке с вашим мужем или женой. Вы должны заполнить декларацию о том, что ваш муж или жена живет вместе с вами или не живет вместе с вами. Если вы одиноки, то та же самая Петрушка, но в отношении родителей, ну, что там еще, по-моему, все. Ну, это в данном случае неважно, потому что этот список вы получите сразу после написания этого самого деманта, этого самого заявления. И вы сами будете понимать, что конкретно вам надо, исходя из требований Эдфинансиер. Следующий момент, что есть такая вещь, как асерматасион или верификация, да, хотя тоже слово не совсем русское, то есть заверение, вот, по-русски это слово будет заверение. Заверение документов, которые предоставляете. Здесь мало кто заморачивается с всякими разными нотариусами, потому что это довольно-таки дорого. Здесь есть специальные комиссары по заверениям, которые по вашей просьбе заверяют, ставят штамп о том, что копия верна, что документ подлинник у вас есть, и, собственно, вы тем самым клянетесь, что вот этот документ, который заверяется, он является подлинником. Это делается в куче всяких, в кучах организаций, начиная там от Amploi Quebec, то есть организация, которая занимается трудоустройством населения, заканчивая любым судом. То есть, допустим, я живу неподалеку от муниципального суда, ну, да, муниципальный суд, Курс Суперьер, и я всегда прихожу, когда мне надо что-то заверить, к помощнику грифье, вот это по-русски-то грифье, ну, то есть человек, который занимается приемом всяких разных бумажек, в суде распределением бумажек, то есть документ, это не делопроизводитель, но что-то в духе того. Ну, так вот, я себе это делаю в своем суде, который он со мной находится, всяких проблем, никаких денег платить не надо. Соответственно, когда вы наберете весь необходимый пакет документов, вы отправляете этот пакет документов по указанному адресу, и ждете пару-тройку недель, когда в вашем досье онлайн появится информация о том, что все документы приняты, все в порядке, и дальше начинается процесс просто ожидания. То есть вы тупо сидите, ждете, когда ваш демант одобрят, и скажут, что все в порядке, вы можете получать ваш кредит вместе со стипендией. Соответственно, вот деманты оформляются одновременно не только на кредит, на учебу, но и на стипендию. При этом из деньги, которые вам даются на стипендию, они не выплачиваются, не возвращаются обратно в государство как кредит, а деньги, которые вы платите именно за оплату учебы, вы оформляете как кредит, и вы должны будете возвращать. Следующий этап, когда вы все отправили, и вам все подтвердили, вам приходит конверт бумага, в которой значит написано, что уважаемый господин или госпожа, ваш демант одобрен, вот вам список банков, выбираете банк, с которым вы будете заключать договор напрямую о кредитовании. Соответственно, государство, провинция, сама напрямую вас не кредитует, то есть она с вами напрямую отношений не завязывает. Она вам выписывает только гарантийное письмо, что провинция будет вам выплачивать деньги за учебу и в качестве стипендии. Соответственно, вы должны будете выбрать банк из списка предлагаемых и пойти с этим самым гарантийным письмом, которое вы получили от правительства провинции, в этот самый банк для того, чтобы заключить договор о кредитовании. Процедура отлаженная, вы приходите, прямо на месте договариваетесь с специалистом по кредитованию, он прямо при вас заводит вас в базу, заводит все данные, все это делается в течение 10-15 минут времени, и все, собственно, процесс закончен. Вы получаете уведомление о том, что вы зарегистрировались в банке, и когда провинция осуществляет ближайший транш с деньгами, на ваш счет, который вы получили в банке, падает сумма. В начале каждого триместра, в начале каждого периода учебы, вы получаете большую сумму, которая включает в себя общую сумму на оплату вашей учебы и вашу стипендию. Соответственно, что касается процесса получения кредита, это все, то есть, еще раз, большими мазками, приходите в Эдфинансиер, получаете там базовую информацию о том, куда бежать, чего делать, скорее всего, вы получите визитку с информацией с сайтом Эдфинансиер, где вы можете заполнить свое заявление на получение кредита. Важный момент, что вам необходимо будет предварительно присвоить номер, то есть, какое-то время еще уйдет на получение вашего номера, на открытие вашего досье в Министерстве образования. Следующий этап – это получение… вы выбираете предметы, которые вы будете брать, и на основании этого списка вы зачисляетесь либо как студент дневного отделения, либо как вечерник, да, там парсьер или парт-тайм студент, и на этом основании вам начисляется общая сумма за оплату кредитов, за оплату кредитов, я имею в виду кредиты за обучение, за оплату предметов, которые вы выбираете. И, соответственно, исходя из вашего семейного положения, статуса, там, одинок-неодинок, инвалид-неинвалид, вам начисляется размер мать-одиночка, не мать-одиночка, вам начисляется определенный размер стипендии. То есть, в Квебеке на сегодняшний момент, ну, если у вас нет никаких там отягачачих обстоятельств, если вы одинокий там человек, то ваша стипендия будет 770 долларов в месяц. Плюс, как я уже сказал, деньги на оплату предметов, которые вы взяли. Следующий момент, большой этап, который мы ждем после того, как вы отправили демант и отправили все прилагающиеся бумажки к рассмотрению вашего досье, это ожидание гарантийного письма. То есть, там, в течение нескольких недель, там, по моему опыту, это примерно в течение 3-4 недель, вы получаете подтверждение о том, что ваш демант одобрен, и вы получаете извещение о том, что вы должны прийти в Эдфинансер, в ваш университет, для того, чтобы получить гарантийное письмо. Таким образом, получив гарантийное письмо, переходим к следующему этапу, это поход в банк для того, чтобы открыть свой счет, на который вам будут перечислять деньги с вашим претебурсом, с вашим кредитом и с вашей стипендией. И, соответственно, следующий этап, это получение претебурс, стипендии и кредита, и вам дается, в течение всего семестра вы можете оплатить деньги за ваши выбранные предметы. То есть вы не обязаны только что получили кредит и тут же бежать эти деньги платить. В некоторых университетах есть штрафные санкции, если вы не заплатили вовремя, то вы можете платить сверху 20 или 30 долларов, что-то такое. Если вы находитесь в другом университете, где это дело не структурировано, не регламентировано, то вы можете платить в любое время до конца триместра. Допустим, триместр начинается 25 августа осенний и заканчивается 30, точнее 30, а 15 декабря. Соответственно, с 25 августа по 15 декабря вы обязаны оплатить свои деньги, потому что если вы не оплатите, то вам не зачитать курсы, которые вы прослушали. А тем более, если вы заканчиваете учебу, то вы просто-напросто не получите диплом до тех пор, пока вы не оплатите свою учебу. В общем, друзья мои, такая ситуация с получением кредита. Я был максимально подробен. Если что-то из моего рассказа непонятно, осталось за кадром, не стесняйтесь, спрашивайте с довольным отвечу. Не забывайте подписываться на мой канал. Всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok